Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. В Самаре сотрудники ФСБ изъяли оружие времен Великой Отечественной войны. Коллекцию обнаружили во время проверки военно-патриотических клубов. Убийства в Старом замке. Стали известны подробности трагедии, которая произошла под Рождество. Берег левый, берег правый. В Самаре открылся новый скоростной маршрут на аэролодках. В Самаре сотрудники ФСБ изъяли оружейный арсенал времен Великой Отечественной войны. Коллекцию огнестрельного оружия нашли после проверки военно-патриотических клубов, которые, возможно, причастны к незаконному обороту оружия. В одном из подвалов в Советском районе силовики обнаружили пулемет Дегтярева, винтовку Мосина и четыре затвора для нее. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение оружия и боеприпасов». По оперативным данным, подвальное помещение принадлежит военно-патриотическому отряду «Слава Отечеству». Также в одном из гаражей поселка Петра-Дубрава нашли пистолет-пулемет «Шпагина», револьвер системы «Наган», гранату F1 и 45 патронов. Материалы переданы в отдел полиции. Проводится проверка. Весь изъятый арсенал признан пригодным для боевого применения. Сегодня стали известны подробности драмы, разыгравшейся в ночь под Рождество в одном из самарских кафе. В драке был убит мужчина. По версии следствия, потасовка завязалась после того, как один из отдыхающих сделал замечание курящей компании. 38-летнего мужчину так избили, что он скончался на месте. Алина Чемереса восстановила хронику событий. Сегодня здесь все, как должно быть. В зале убрано, персонал готов встретить гостей. На стенах еще остаются новогодние украшения. О том, что в ночь с пятницы на субботу здесь случилась трагедия, уже ничто не напоминает. Все произошло здесь, на первом этаже. По версии следствия и по словам очевидцев, отдыхали две компании. Одна там, за столом, другая здесь, за закрытыми дверьми. Двое мужчин подошли сюда сделать замечание курящей компании, которая, в свою очередь, очень агрессивно отреагировала на просьбу прекратить курить. Мгновенно завязалась драка. В результате весь первый этаж заведения был разрушен. Мужчина от полученных травм скончался. Его брат сейчас находится в больнице. Кафе на московском шоссе работает уже 8 лет. Его владелец рассказывает, такого здесь никогда не случалось. По его словам, в целях безопасности пьяных и тех, кто хотя бы однажды отличился в заведении, не пускают. Курить в кафе запрещено всем, и здесь нет исключений. В тот день Ливон Агаджанян приезжал в заведение проверить, все ли в порядке. Как раз вот сидели четверо здесь, два парня и два. Один из них пониже его роста. Он же часто отдыхал. Нормальный парень, так сказать. Ну, постоянный гость, скажем так. Нормально, никаких там проблем от него не было. Ну, конечно, они выпили, танцевали, все. Вот парень, который встает и идет туда. Идет туда. Он высовывается туда, в кабину. И что-то говорит, там им, ну, рассказывали мне так. Грубо, в очень грубом форме, там что-то туда-сюда. Ну, и началось там. И по видео, потом я уже посмотрел, это произошло очень так. И все тут же, мгновенно пошли там и бутылки, и там посуда, и табуретки. Как все происходило, зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сейчас данные с них изучают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». На данный момент следствие располагает данными о причастности одного из мужчин к совершению преступления. Он объявлен в розыск, и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства. Личность подозреваемого установлена. Материалы в отношении других лиц по факту причинения телесных повреждений, выделены в отдельное производство и по последствиям направлены в органы полиции. Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. Берег левый, берег правый. Сегодня в Самаре открылся новый скоростной маршрут на аэролодках. Сюда на воздушной подушке теперь перевозят людей в рождественно от Ульяновского спуска. Раньше уехать из города до села зимой можно было только с речного вокзала. Новый маршрут опробовал Сергей Ромашов. Переправа заняла у нас всего 10 минут. Доехали с комфортом. Даже лучше, чем в маршрутке. Странно подумать, а ведь раньше люди добирались сюда часами. Наталья Саляхова ездит из Рождественного в Самару на работу каждый будний день. Говорит, в селе возможности для заработка почти нет. Если бы не курсирующие в сторону города аэроводки, о трудоустройстве в городе пришлось бы забыть. Было по-всякому, на вертолете летали. Все было в нашей жизни. А сейчас-то кроме этой дороги больше вообще ничего нет у нас. Мы отрезаны от мира. Пассажиров перевозят по зимней Волге 8 аэролодок. Еще в том году воспользоваться услугами этого транспорта можно было только на речном вокзале. Теперь люди могут добраться в село и от Ульяновского спуска Самары, а также уехать из областного центра в Ширяево. Главное, что это быстро и безопасно. Аэроводки легко летят вперед, почти паря над ледяной поверхностью реки. Сегодня первый день работы нового маршрута. Ульяновский спуск Рождествено. Линия функционирует по рабочим дням, в часы пик. В 2016 году при поддержке правительства Самарской области за счет средств областного бюджета было приобретены новые суда на воздушной подушке из числа современного судостроения. Это суда типа «Нептун», имеющие пассажироместимость 21 человек. Сотрудники пассажирского предприятия не исключают организации новых социально значимых маршрутов в будущем. Все будет зависеть от их востребованности. Ведь открыть маршрут от того же Ульяновского спуска просили сами жители. А просят снова, к ним прислушаются. Сергей Ромашов, Станислав Левин. События. Баскетбольный сезон нового года открыл клуб «Самара». Стартовали удачно. Победа над московской командой стала для самарцев сотой в новейшей истории клуба. Сказать, что игра прошла гладко, нельзя. Хотя соперник находился на нижних позициях в турнирной таблице, в отличие от лидирующего положения самарского клуба. Валерия Макарова продолжит. Долго раскачиваются. Переговаривались болельщики на трибунах. Баскетболисты клуба «Самара» свой первый после новогодней паузы матч начали неуверенно. Уже после встречи главный тренер самарца Сергей Зазулин высказал свое мнение. Уверенность игроков на паркете подкосил долгий перерыв между матчами. Последние волжане провели почти полмесяца назад. У нас вообще первая игра за все это время, после 22-го. Поэтому нет ритма игрового, нет взаимопонимания, нет темпа игры, издержки календаря. Большой перерыв сказался в играх у нашей команды. Поэтому непростая игра получилась. Соперник удивил борьбой своей, конечно, желание победить в первую очередь. Соперник Химки Подмосковья, аутсайдер Суперлиги, действительно удивил своим напором в начале игры. Когда гости оторвались уже на 7 очков, «Самара» наконец заиграла по-хозяйски, и теперь уже они наращивали преимущество. Воспрянули духом и на трибунах, откуда за первым матчем года наблюдал и глава «Самары» Олег Фурсов. Он входит в состав попечительского совета баскетбольного клуба. Я всегда с удовольствием хожу на игры баскетбольного клуба «Самара». Ребята показывают высокий класс, замечательное мастерство, получают настоящее удовольствие от их игры. Вы знаете, что создан год назад попечительский совет. Мы помогаем клубу финансово, и я думаю, что благодаря нашей совместной поддержке клуб будет завоевывать новые вершины. К началу последней четверти мало у кого были сомнения в исходе поединка. «Самара» жестко играла в защите, и атака москвичей развалилась. «Самара» очень агрессивная защита была, очень сильно давили на мяч, было сложное нападение. «Прибавили давление под щитами, нас задавили, и, соответственно, сразу результат упал. Разница в классе видна, и она на табло тоже отражена достаточно четко». Финальный счет на табло – 70-52. Пятая подряд победа «Самары» в Суперлиге позволила команде стать лидером турнирной таблицы. Теперь впереди игра с прямыми соперниками из Новосибирска. Валерия Макарова, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Далее коротко о других темах дня. Обвиняемый в вознасиловании 17-летней школьницы предстанет перед судом. В суд Советского района Самары для рассмотрения по существу поступило уголовное дело Евгении Самсоника. По материалам следствия, 9 октября 2016 года он ударил девушку бутылкой по голове и затащил в здании бывшего морга, расположенное в оживленном районе рядом с детским садом и школой на улице Запорожской. Первое заседание суда назначено на 13 января. В Самаре пожарные спасли трехлетнего мальчика. На улице Казбекской загорелся частный дом. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. В тушении огня были задействованы 26 сотрудников МЧС и 7 единиц техники. Причина возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются. Трасса М5 в районе поселка Зеленовка получит электрическое освещение уже в этом году. В Федеральном управлении автомобильных дорог Большая Волга уточнили, что по мере поступления денег фонари появятся и на пешеходных переходах. Кроме того, такие работы запланированы и на дороге М5 на подъезде к Сызрани. В Самаре сотрудники транспортной полиции вернули родителям сбежавшего подростка. Проживающий в Орске 15-летний юноша пытался добраться на поезде в Ярославль. Как выяснилось, мальчик сбежал из родного дома в гости к подруге из соцсетей. Родители несовершеннолетнего заявили о его пропаже в полицию. Полицейские сняли юношу с поезда и поместили на ночь в приют. Самарский художественный музей поделился планами на 17-й год. 9 февраля откроется вернисаж отечественного искусства 20-го века. В июне этот цикл продолжится выставкой «Оттепели». В октябре музей покажет произведения живописцев, графиков и скульпторов на тему революции. Продолжится сотрудничество Самарского музея со столичными. Самару посетят выставки «Лили Брик. Несостоявшееся путешествие». Живописные семейные ценности работы мастера акварели Александра Волкова. Под занавес 17-го года откроется выставка работ одного из ярких представителей русского авангарда Павла Филонова. В сказке смогли оказаться все желающие. В усадьбе Деда Мороза на площади Куйбышева побывали за время каникул более 15 тысяч человек. Не только дети, но и взрослые. Резиденция пользовалась популярностью не только у горожан и жителей губернии, но и у гостей из других регионов. Познакомились с самарским волшебником, также делегации из Франции, Китая, Канады и других стран. В гости к сказочнику в Самару приезжали его коллеги по цеху из Финляндии, Якутии, Татарстана, Мордовии и Чувашии. За праздничные дни главную площадь Самары посетили более 150 тысяч человек. Подвели итоги праздничных мероприятий в администрации Самары. Кроме площади Куйбышева, новогодние торжества и гуляния проходили во всех районах Самары. Нужно больше нам с вами вкладывать сил, средства, идеи в то, чтобы площади города имели надлежащий вид в канун новогодних праздников. В этом проявляется забота власти, в том числе и о горожанах. Конечно, нужно вот эти традиции сохранить. Главная рождественская елка прошла в театре оперы и балета. Участниками торжества стали дети из интернатов и детских домов. Организовал праздник Всемирный Русский Народный Собор. Всем вручили подарки. А на главной сцене Самары артисты театра показали музыкальный спектакль. Главная рождественская елка и 650 участников. Сегодня в числе приглашенных дети из интернатов, детских домов и приютов. Торжество и праздничные подарки для них подготовил Всемирный Русский Народный Собор. Рождество Христово должно прийти к каждому. Домашнее празднование у них уже состоялось. Мы помолились, молитву почитали, а потом у нас было чаепитие в честь. Это праздник. А сегодня этих ребят встречают в театре оперы и балета. Главную сцену губернии предоставили для сказочного действа. А начался праздник с пени рождественских колядок. Поздри и краю, чудо-чудо позвечаю. С праздником детей поздравил митрополит Самарский Сызранский Сергий. А после музыкальный спектакль по мотивам русской народной сказки. Волк и семеро козлят в этой постановке разрешают зрителям и топать ногами, и выкрикивать подсказки с места. Все для того, чтобы дети тоже становились участниками действа. А праздник стал ярким событием в их жизни. Только чистым сердцем узрит Бога, говорит Христос в Евангелии. И добавляет, будьте как дети. Вот в этих детских душах и живет Бог. И в эти святки мы с детьми общаемся, поздравляем, приносим, дарим подарки. Чтобы вот это чувство радости у них вселилось в их душу и сохранилось на всю их земную жизнь. Олег Зверев, Константин Главин. События. Праздник каждый день. День чудака, всемирный день спасибо, день рождения эскимо. Январь не дает соскучиться тем, кто постепенно входит в рабочий режим. Юлия Черняева решила отметить день рождения имбирного пряника и готова рассказать его историю. В средневековой Европе им лечили многие болезни, называя сладким лекарством. А сегодня во всем мире он вкусный символ Рождества и зимних праздников. Имбирный пряник с легкой руки авторов этого забавного календаря отмечает день рождения. Искать ароматное лакомство долго не пришлось, как, впрочем, и тех, кто был бы не против его испечь к празднику. Семья Жареновых пригласила нас на чай. Мама Лена печет пряники вместе с сыном Тимофеем для своих друзей. И как у настоящих кулинаров, у них уже есть свой секретный ингредиент. Мы начнем с того, что без любви и хорошего настроения. И именно имбирный пряник, самое главное, конечно, специи, потому что это пряник пряный. То есть должны быть специи и мед. Проверенный рецепт хозяйки уже можно записывать прямо сейчас. Ставим тесто в холодильник на час, после чего раскатываем и вырезаем фигурки. Ароматерапии на кухне и дети заняты. Имбирный пряник – полезное лакомство. Цедра апельсина, пряности и мед – это настоящий витаминный заряд. Смотрите, у меня рыба квадратная. Так это же не рыба, это духи. Рыба-то у тебя вот. Восемь минут, и наши пряники готовы. Остается только расписать. Традиция печь всей семьей ароматные пряники с ягодами, орехами и травами существовала и на Руси. Пряниками встречали родственников, отмечали различные праздники. А вот пряник разгонный получали засидевшиеся гости, как намек на то, что пора и честь знать. Я хочу, чтобы это очень сплочает всех нас, наших детей. Делает нас одним целым, одной большой семьей, одной командой. Вот мы еще как-нибудь соберемся переменеть на лету. Мы дарим даже не навыки, мы дарим воспоминания о счастливом детстве. Научатся они чему-то там печь или не научатся. Это даже не так важно. Все равно останется воспоминание, что вот это ощущение счастья, ощущение семьи. Пряники такие вкусные, что я бы мог их есть каждый день. Наши пряники удались на славу. Как говорится, без комментариев. Юлия Черняева, Василий Колдашов. События. А вот о чем мы расскажем в наших следующих выпусках. Морозы все ближе. Как быть тем, у кого аллергия на холод? Советы специалистов. Сегодня сто лет со дня открытия первого заповедника в России. С какими итогами подошла к юбилею Самарская Лука? Хорошая новость для всех, кто платит налоги. Оформить документы при регистрации с этого года стало проще. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже 11 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин